Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем серию семинаров компании Инфосистемы JET Центра сетевых решений Сейчас я представлю ведущих данного семинара Кратенько расскажу о повестке на этот семинар и расскажу о регламенте нашего общения в процессе проведения данного семинара Технические специалисты от JET представлены мною Всеволод Воробьев, я руководитель направления ЦОТ и занимаюсь инженерными системами Павел Осташкин, ведущий пресс-сейл и консультант по системе безопасности И Михаил Данилов, это руководитель отдела проектирования слаботочных систем Немножко про сегодняшний наш семинар, кратенько Тема семинара это средства физической безопасности в условиях пандемии и изоляции Как известно, мы переживаем непростые времена И наша компания, в связи с этой ситуацией, получает много вопросов Много интересных запросов, которые мы отрабатываем И вот с некоторыми такими направлениями, решениями мы хотим сегодня с вами поделиться В принципе, весь спектр задач мы разделили на несколько больших задач В первую очередь, это такие общегражданские проблемы То есть проблемы, которые решаются на уровне муниципалитета, города и так далее Это контроль за соблюдением граждан карантина С использованием различных систем распознавания лиц С использованием системы позиционирования и так далее То есть это как бы решение на уровне контроля граждан Также второй большой раздел это решение как бы корпоративного масштаба То есть контроль за сотрудниками предприятий Основные решения, которые мы хотим сообщить Это тепловизионная система контроля температуры тела Когда персонал проходит через определенные проходные, участки и так далее Есть возможность контролировать температуру Система распознавания лиц для контроля и соблюдения карантина Сотрудниками персонала предприятия Система контроля наличия индивидуальных средств защиты на лице Маски различные И интеграционные решения по системе контроля управления доступом Вот эти два как бы раздела, про них мы можем говорить сегодня Значит, есть еще несколько интересных тем Которые тоже сейчас приобрели особенную актуальность Это телемедицина и система удаленного обучения Вот, мы про это тоже можем подготовить в дальнейшем отдельный семинар Если интересно, пишите в чате Значит, по поводу регламента Сейчас я расскажу о том, как будет проходить наше общение Значит, у нас есть две возможности Есть два вида чатов Есть чат, где можно писать общие вопросы по текущей ситуации Есть, так называемая, кнопка вопроса Где можно задавать интересующие Ну, где мы можем обсудить интересующие вас нюансы Значит, сейчас будет краткая презентация С которой выступит Павел Асташкин Буквально на 5-10 минут Более подробно он расскажет про вот каждую тему Вот, а затем хотелось бы от уважаемых заказчиков и партнеров Получить вопросы в реальном времени Пояснить какие-то моменты Вот, то есть сейчас небольшая презентация Потом, значит, будем обсуждать вопросы по сути проблемы Паша, вперед Да, Сева, спасибо большое Всем здравствуйте, коллеги Как Сева уже сказал, у нас сегодня достаточно много тем Для обсуждения, да И действительно, я, наверное, постараюсь затронуть их вкратце И в дальнейшем, соответственно, ответить на ваши вопросы Которые, я надеюсь, появятся Так, поехали Как сказал уже Севолод Все наши решения, по сути, можно разделить на две части Контроль граждан и контроль сотрудников Начнем, пожалуй, тогда с первого Контроль граждан Здесь я хотел бы рассказать про решения, связанные с контролем Соблюдением карантина граждан Да, с использованием, соответственно, системы распознавания лиц Да, и с использованием системы позиционирования Начнем с первой Значит, всем вам, наверное, известно, что С недавнего времени в города внедряется концепция безопасного города Одной из систем безопасного города является городская система видеонаблюдения Так вот, на базе городской системы видеонаблюдения можно организовать систему контроля соблюдения граждан карантина, используя технологию распознавания лиц. Естественно, не все камеры городской системы видеонаблюдения подойдут под это решение, поскольку много камер обзорных, стоят они высоко. Например, такие камеры, как камеры на подъездах, которые можно встретить, камеры в общественном транспорте, или камеры на турникетах, которые недавно начали устанавливать в Москве, например, они вполне могут помочь нам решить данную задачу. По сути, задача решается путем составления черных списков. То есть человек, который в том или ином случае помещен на карантин, то есть мы сейчас не говорим про самоизоляцию, а именно про карантин, то есть он не имеет права выходить из квартиры, скажем, собственной, из места пребывания определенного количества дней. Например, на 14, как у нас сейчас принято, соответственно, лицо данного человека заносится в черный список, и в случае его покидания места пребывания система может по пути следования, если она распознает ее лицо, то может, соответственно, выдать некий сигнал тревоги уже некому, скажем, контролирующему лицу, чтобы можно было применить какие-то административные, правовые регламенты в дальнейшем. Теперь перейдем к второму варианту. Это, соответственно, контроль соблюдения карантина, используя системы позиционирования. Система позиционирования в режиме реального времени часто применяется на предприятиях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, в шахтах, например, рудниках и прочее. Система позволяет, соответственно, определять местоположение персонала. По сути, система состоит из набора базовых станций и меток. В нашем случае в квартиру или, соответственно, в какое-то место, где прибывает гражданин, соблюдающий карантин, устанавливается базовая станция, там одна или несколько, и, соответственно, настраивается таким образом, чтобы зона их покрытия занимала всю квартиру и не сильно выходила за нее. Гражданину вручается метка в виде браслета, который одевается на руку. Соответственно, метка по Bluetooth связывается с базовой станцией через определенное количество интервалов, через определенный интервал времени, да, они настраиваемые. И как только метка уходит за пределы, соответственно, зоны покрытия базовой станции, базовая станция ее теряет, соответственно, формируется сигнал тревоги, и, опять же, какие-то там дальнейшие административные, там промовые регламенты можно к этому всему подвязать. То есть таким образом мы уже существующие системы можем использовать в реалиях текущей ситуации эпидемиологической. Теперь давайте перейдем на контроль сотрудников предприятия. Здесь, соответственно, я хочу рассказать про четыре решения, да. Первое – это тепловизионная система контроля температуры тела. Второе – это система распознавания лиц для контроля и соблюдения карантина. Система, соответственно, распознавания наличия медицинских масок на лице сотрудников, посетителей, да. И также проговорить про возможные интеграционные решения на базе этих систем. Тепловизионная система контроля температуры тела. Значит, это программный аппаратный комплекс, который, соответственно, решает задачу обнаружения повышенной температуры тела у сотрудников и посетителей объекта и своевременное оповещение об этом контролирующего лица. По сути, основное оборудование системы является тепловизор и так называемое черное тело, да, которое, по сути, является калибратором. Использование калибратора, вот этого черного тела, позволяет достичь погрешности плюс-минус 0,3 градуса в измерении, соответственно, температуры. Сам тепловизор устанавливается на проходной, в его поле зрения устанавливается, соответственно, черное тело, и система в автоматическом режиме контролирует проход, соответственно, посетителей сотрудников на объект, и в случае выявления повышенной температуры, ну, тоже в автоматическом режиме, соответственно, и замеряет, В случае выявления повышенной температуры сообщает, соответственно, контролеру, некому лицу контролирующему, который может уже в дальнейшем там либо там какой-нибудь второй этап идентификации там, так сказать, да, померить температуру там градусника, чтобы убедиться действительно, что как бы сотрудник болеет, да, и не допустить его на предприятие. Далее. Контроль соблюдения карантина сотрудниками, соответственно, компаний, да, здесь это такой же, в общем-то, черный список, как и с контролем граждан, то есть если по какому-то там причине сотрудник помещен на карантин, там, приехал, например, из какой-нибудь там, не знаю, страны или еще что-нибудь, да, ну вот, он заносится в черный список базы данных компании, скажем, там на турникет устанавливается некий терминал распознавания лиц, и при прохождении данного сотрудника турникетом через турникет, соответственно, через проходную система распознает лицо, и в случае нахождения данного сотрудника в черном списке выдает, соответственно, сигнал тревелоги контролеру, да, который, соответственно, может уже там принять какие-то административные регламенты. Далее по наличию медицинских масок. Данная система, по сути, тесно связана с системой распознавания лиц, которую только что я говорил, да, по сути, работает она таким же образом, то есть сначала распознается лицо сотрудника компании, да, в дальнейшем она после распознавания лица определяет, если, ну, определяет, есть ли на лице данного сотрудника маска. Также, соответственно, возможно выдавать сигнал тревоги при ее отсутствии маски. Теперь по поводу интеграции. Значит, все вот вышеперечисленные системы можно в том или ином виде комбинировать друг с другом. Более того, что более важно, их можно интегрировать в существующие системы контроля и управления доступом предприятия. Значит, интегрируя, комбинируя данные системы друг с другом, позволяет, если выражаться, так сказать, терминологией SCUD, да, организовывать многофакторную идентификацию. То есть, например, если мы интегрируем решение по контролю температуры тела там с решением по контролю наличия масок, да, то мы можем, грубо говоря, пропускать на предприятия людей там, которые будут удовлетворены там вот эти два фактора. Соответственно, у них будет маска на лице, и температура их тела будет в пределах нормы. По поводу интеграции с существующим SCUD, у нас здесь есть два варианта. Это либо интеграция soft-soft, которая требует, ну, при помощи использования SDK, там, API и так далее, да, либо систему можно интегрировать через Vigant, то есть мы, соответственно, подключаем к существующему контроллеру, к Vigant его порту, порт Vigant, то, соответственно, там, скажем, терминала, да, и в терминал заводим уже базу данных сотрудников с существующими кодами карт их, да, и, соответственно, когда сотрудник проходит через, там, турникет, например, да, система распознает его лицо, определяет какие-то дополнительные факторы и отправляет уже код именно его карты в существующий SCUD. То есть в SCUD будет видно, что это именно там конкретно такой-то человек, который там уже внесен, уже, соответственно, есть. Систему, соответственно, можно интегрировать как отдельно, да, то есть, ну, я имею в виду тепловизор отдельно, отдельно там, скажем, терминал распознавания лиц, да, так и есть такие интеграционные решения, которые воплощены в едином устройстве. То есть можно поставить, скажем, там, единый терминал, в который будет уже встроена система распознавания лиц, система, соответственно, контроля, там, наличие масок, да, и тепловизор, который будет, соответственно, мерить температуру тела, да. Кроме того, эти системы также имеют релейные входы, ну, сухие контакты, соответственно, да, которые мы можем замыкать по определенным условиям, да, там, скажем, по той же, там, превышении пороговой температуры тела, да, и тем самым она может автономно управлять турникетом, то есть турникет просто не откроется, если, соответственно, система не даст ему сигнал. Вот. Тем самым, комбинируя в том или ином виде, да, и интегрировая в существующем там скуд-предприятие, можно, по сути, получить некую автоматизированную пропускную систему предприятия, да, которая будет адаптирована под текущие реалии, да, под текущую эпидемиологическую ситуацию. Наверное, у меня все, коллеги, спасибо за внимание, жду от вас вопросов, слово, наверное, передаю тогда все Олду Воробьеву. Да, спасибо, Паша. Значит, уважаемые слушатели, пишите свои вопросы вот в специальном чате, а я пока озвучу некоторые, которые нам заказчики заранее прислали. Паша, вот ты говорил, что касаемо контроля граждан, что на существующую инфраструктуру бывает проблематично наложить эту систему контроля. А скажи, пожалуйста, вот какие характеристики вообще камер минимально необходимы для того, чтобы эта система корректно работала? Да, хороший вопрос. Здесь на самом деле даже не совсем важны характеристики камер, да, там, их разрешение, там, да, скорее, как бы комбинация, там, этих характеристик, таких, как разрешение, да, и в том числе место установки этой камеры, да, то есть есть определенные критерии минимального количества разрешения, там, ну, точнее, минимальное количество пикселей, там, да, между глаз, там, как обычно это мерится для распознавания лиц. Оно равняется, соответственно, 150 пикселей. То есть если мы расположим, там, камеру, например, там, с плохим разрешением, но зато очень близко, там, к лицу человека, то это будет, этот допуск будет учтен, да, в том числе, ну, в обратном случае, если мы, соответственно, имеем там камеру с хорошим разрешением, мы можем ее поставить более дальше. Надеюсь, я ответил на вопросы. Слушай, ну, а не, а вот смотри, а вот на существующую инфраструктуру, развернутую, допустим, в столице нашей, Москве, она насколько готова, там, не знаю, половина устройств соответствует или там вообще никакие не соответствуют, или большая часть, как ты считаешь? Ну, как я и говорил, что в Москве, вот в рамках, там, того же безопасного города, система видеонаблюдения городская, она, в общем-то, содержит довольно большое количество обзорных видеокамер, да, то есть которые установлены, там, не знаю, на крыше, там, домов, там, да, и так далее. Естественно, эти видеокамеры, они не подойдут для системы распознавания лиц, да, но в том числе есть, как бы, камеры, которые установлены, там, на подъезде, например, да, то есть если вы, коллеги, там, помните, там, на каждом подъезде, там, в Москве, например, да, я говорю про Москву, установлено, соответственно, некий видит, там, похоже, что-то на домофон, там, да, некое такое устройство. Вот это устройство, это и есть, соответственно, система, ну, есть видеокамера, которая, соответственно, вполне может распознать ваше лицо, поскольку вы подходите к подъезду впритык, да, и, как бы, там большого разрешения не нужно, да. Также, соответственно, на транспорте. Вот в последнее время, там, да, еще до начальной пандемии, я заметил, что в московских метро, да, на турникетах были установлены видеокамеры, да, я, может быть, сейчас вот отмотаю, покажу, там есть картинка, вот левая, да, на данном слайде, вот такие вот устройства на турникетах стоят. Они, насколько, как бы, я изучал тему, да, то есть это, является система распознавания лиц, да, и пока они, там, работают только в режиме, там, загорел зелененьким, красненьким, там, да, на, если карту проложили, там, да, соответственно, у вас есть проход, там, поспустили метро, но вот она именно под это заточена, то есть, соответственно, использование вот этих камер, да, они-то, наверное, являются одной из самых критичных, потому что граждане, которые нарушают карантин, там, да, ну, куда опаснее, чтобы они, там, не просто вышли из дома, мусор выкинули, вернулись, да, а, скажем, попали, там, в тот же метро, да, где они могут распространить, там, соответственно, инфекцию, куда более в большем масштабе. Поэтому ответ, в общем, такой, что нет не все камеры, но многие могут это позволить. То есть, скажем, каждая подъездная камера, у нас каждый подъезд оснащен этой камерой. Поэтому, в общем-то, поймать человека довольно, ну, как мне кажется, просто. Ну, отлично. Ладно, слушай. Еще один вопрос тут задают по поводу браслетов. Просит уточнить время автономной работы этого устройства и можно ли контролировать нахождение браслета именно на руке? Да, хороший вопрос. Смотрите, по поводу временной автономной работы. Здесь зависит все, ну, то есть, браслет имеет различный функционал, да. От самого простого, это, грубо говоря, просто там Bluetooth-метки, да, до некого устройства там с экраном, там, да, и так далее. Но, по сути, именно для решения наших задач там достаточно, в общем-то, самое простое устройство, которое имеет к себе наличие пульсометра, да. Этот пульсометр как раз и позволяет контролировать, соответственно, нахождение браслета на руке. То есть, как с тех пор, с того момента, как гражданин был одет браслет на руку, да, в случае пропадания сигнала там от, ну, его пульса, да, от, соответственно, от этого идентификатора, от этого браслета, да, будет понятно, что человек его снял, да, то есть оставил дома, там, пошел без него. И, соответственно, тем самым можно контролировать наличие данного браслета на руке. По поводу автономии, то, в общем-то, такое устройство, да, в виде там обычной метки и вот и наличие пульсометра, да, может вполне работать там где-то до месяца в автономном режиме. Вот, то есть, все вот эти наши сейчас режимы там карантина, да, там по четырнадцать дней, это вполне себе, ну, вполне закроется. Так что никаких проблем их применения их тут, в общем-то, нет. Ясно, спасибо. Тут пошли вопросы в чате, такого больше, более юридического характера. Давайте, может, попробуем им ответить. Миш, может быть, ты справишься? Смотри, значит, Дмитрий задает вопрос. Как обеспечивается соблюдение законодательства касательно хранения и обработки персональных и медицинских данных? И второй вопрос от Алексея. С точки зрения законодательства, нужно ли как-то оформлять на данных предприятиях эти системы или там действуют локальные нормы? Коллеги, ну, юридически, да, у нас до сих пор пока не до конца все прописано, хотя уже сколько лет аналитика действует, даже в виде наблюдения в подъезде. Теоретически, ну, ставят многие, но как минимум, например, вы должны, чтобы на площадке разместить у всех жильцов на площадке, как минимум, получить согласие, желательно письменно, вот, а как максимум у всех жильцов дома, потому что дома... Алло, Миш, я тебя не слышу. Будут обрабатываться и использоваться на предприятии. По опыту не все согласны на это. Есть там категории старшего поколения или, наоборот, молодого, у которых либо протестное, либо еще какое-то, но здесь уже больше административные ресурсы самого работодателя должны применяться. Но что касается предприятий, обязательно должны всех оповестить и подписать со всеми соответствующие бумаги. Вот. То же самое должно быть установлено везде таблички на видном месте, что ведется видеонаблюдение, это обязательно. Вот. Что касается уже местополучия пользования, здесь, ну, все вы читаете новости, все вы видите, сейчас в судах находится большое количество исков, когда пытаются правозащитники или вообще активная часть населения подавать в суд на то, что они против, чтобы массово внедряли распознавание лиц в государство, ну, или в отдельном городе. Ну, сейчас, как бы, пока ответ один, что это делается в рамках обеспечения безопасности общества и государства, поэтому здесь, конечно, некое ущемление прав на частную там жизнь, личную жизнь на перемещение. Это первое. И второе, пока, по крайней мере, государство гарантирует, что эти данные не будут использоваться для слежения и так далее, а использоваться будут только для обнаружения там виз, который находится в розыске. Насколько это там правда-неправда, там не нам судить, но ответы такие. Поэтому, как и в Америке, после там соответствующих событий, там, 11 сентября, теперь, как бы, все государства сделали немножко шаг назад в обеспечении там прав граждан. Именно в том, а в основном это требование безопасности общества. Поэтому в общественных местах то же самое должно быть. Везде предупреждаются таблички, что идет в виде наблюдения. Ну, а дальше, как бы, когда практика судов наберет достаточное количество, возможно, вообще перестанут токийски подавать, вернее, принимать к рассмотрению. Вот, что касается частной территории, это личного пространства или рабочего пространства, здесь, да, обязательно нужно собирать со всех, что они согласны на обработку персональных данных и хранения. Ну, а вам, как заказчикам, необходимо, кроме внедрения системы, потому что там биометрия, она уже немножко другой типе персональных данных, соответственно, нужно будет, возможно, проводить анализ уязвимости уже ваших информационных систем вот для этих именно персональных данных, для биометрических. Вот. И здесь, да, возможно, придется некоторые меры принимать. Тем более, что вот то, что сейчас у нас на слайде показано, вот Павел пока не убрал, если вы левую картинку посмотрите, то вот эти вот устройства, которые устанавливаются на турникете, они как бы являются вещью в себе, те, которые для коммерческого использования. Вот. Они же внутри себя держат базу данных, внутри себя камеры, внутри себя там десяток процессоров, которые обрабатывают эту базу данных. То есть теоретически устройства, находящиеся на линии периметра предприятия, в себе содержат базу данных всех сотрудников предприятия. Вот. Единственное, что вендор пока, по крайней мере, гарантирует вендора, которые выпускают, что при скачивании базы данных, хищении базы данных, переформатировать обратно, влиться невозможно. Насколько доверять им можно, ну, это надо ждать, пока там где-нибудь на Хабре или китайцы какие-нибудь попытаются все-таки найти алгоритмы, чтобы это сделать. Пока вендора гарантируют у себя в соответствующей документации, что при хищении базы данных, и если нет у вас доступа к ней, парольного и так далее, то на сторонней системе развернуть в обратную сторону, это невозможно. Поэтому, если внутри предприятия вы примете меры по защите персональных данных, то, в принципе, или приняты, может быть, у вас уже меры, то, в принципе, проблем не будет. Главное, что людей собрать обязательно подписи, что они согласны, чтобы не было потом каких-то судебных исков или чего-то еще. Надеюсь, ответил. Я хочу добавить, можно, Миша, еще имеется в виду, что Миша там вкратце об этом сказал, что в системе, в базе данных, лицо не хранится, как фотография. То есть это некие... Лицо не хранится. Нет, это биологическая модель, математическая. Притом, у каждого вендора математика своя. В этом как раз и есть смысл, то, что сейчас много вендоров на рынке, что каждый вендор, вернее, есть, так скажем так, крупные вендоры в виде наблюдения, которые используют чужие алгоритмы, там все понятно, у них однотипно все. А есть вендора, которые заточены под распознавание, и для них каждый вендор использует свою математику. То есть есть и у нас в стране несколько лидеров, которые по разработке и математической обработке математических моделей. Поэтому само лицо никогда не хранится как лицо, оно хранится в виде некого биометрического шаблона, который, даже имея такую же скачанную систему, еще раз повторюсь, вендора гарантируют, что невозможно развернуть обратно в какую-то там фотографию или что-то на нее похожее. Вот так. Паш? Спасибо, Михаил. Коллеги, если есть какие-то вопросы еще по этой теме, вы пишите в чат. Если есть какие-то еще вопросы, тоже пишите в чат. Вот я позволю себе зачитать вопрос, который получили про тепловизоры. Сейчас мы получаем просто шквальный поток запросов на систему тепловизионного контроля температуры тела и с этим вопросы такие чисто технические по характеристикам этих устройств. Какое максимальное расстояние от установки тепловизора до человека, да, и ширина контролируемого прохода, и глубина эффективной зоны контроля? Давайте я, наверное, отвечу на этот вопрос. Смотрите, здесь зависит все от конкретной модели тепловизора, да, если быть точным, от объектива, который использует он, да. Соответственно, к примеру, если мы используем там объектив 15 миллиметров, да, то максимальное расстояние вот до контролируемой зоны, да, до края его, до края этой эффективной зоны, это 9 метров. При этом ширина прохода будет равняться там около 4 метров, там, 3 с чем-то, 3,9, 3,8. Вот, если мы говорим про, соответственно, противоположность, да, это тепловизор, например, там, с объективом 3 миллиметра, да, то здесь уже мы имеем такие параметры, как полтора метра, да, расстояние и 1,4 зона прохода. По поводу эффективной зоны, это, соответственно, да, зона, в которой происходит вот именно измерение температуры, да, то она, по сути, тоже как бы зависит от объектива, да, и варьируется там от, соответственно, где-то 4 метров, вот у, даже, наверное, 5 метров, у 15-миллиметрового, да, и до где-то пол, пол 0,7 метра у 3-миллиметрового объектива, тепловизора с 3-миллиметровым объективом. Сева. Да, спасибо большое. Значит, по поводу распознавания лиц для контроля соблюдения карантина, какая вообще скорость распознавания лиц, какой поток может быть проконтролирован вот этой системой? Нужно ли вот эти вот соблюдать полтора метра, нужно какую-то скорость как-то гасить прохождение? Такой вопрос есть. Ну, вообще, система распознавания лиц, да, наверное, этот вопрос там больше к распознаванию лиц на проходной, да, чтобы у нас, соответственно, не собиралась там очередь, да, из людей перед турникетом, да, и, соответственно, чтобы там в том числе соблюсти вот эту там дистанцию полтора метра, которую сейчас рекомендует там ВОЗ, да, в этом случае, в общем, система распознавания лиц обрабатывает картинку, да, полученную и выдает, соответственно, какой-то результат со скоростью там приблизительно 0,2 секунды, то есть, в общем-то, человек не должен, ну, то есть, по сути, это прямо на ходу, то есть, человек может, подходит к турникету, и она сразу же его распознает, да, то есть, вопрос скорее к тому, как быстро откроется турникет, то есть, вот эта механическая система, они, как бы, куда медленнее, так сказать, работают, чем система распознавания, вот, по поводу соблюдения полтора метра, ну, как бы, да, рекомендации есть, поэтому, наверное, стоит его соблюдать, но система распознавания лиц никак не будет препятствовать это делать. Спасибо большое. Слушай, а по поводу масок, вот смотри, какие характеристики камер должны быть у них присутствовать, чтобы корректно распознавать наличие или отсутствие маски? Ну, здесь тоже, то есть, я как говорю, что, в общем-то, эта система завязана на системе распознавания лиц, да, и поэтому, как бы, поскольку алгоритм такой, что сначала распознается лицо, а потом распознается наличие маски на данном лице, да, поэтому мы, как бы, возвращаемся там к тому же вопросу про распознавание лиц, и ответ будет такой же, да, что в зависимости от, соответственно, места установки, в зависимости от разрешения, там, да, видеокамеры, или там терминала, например, да, мы должны иметь, в общем-то, вот эти 150 пикселей между глаз, и тогда мы сможем распознавать лицо и, соответственно, распознать наличие маски или ее отсутствие. По сути дела, такие же, да, характеристики? Да, да, по сути дела, такие же характеристики, как такие же требования, как, соответственно, и предъявляются к системе распознавания лиц. Хорошо. И, значит, вопрос по поводу, вот, если что-то происходит, да, какой-то аларм получается на проходной предприятие, как дальше происходит оповещение тревоги? Так, ну, смотрите, контролирующее лицо, да, которое, соответственно, должен получить оповещение, есть разные способы, то есть, во-первых, системы, то есть, имеют свои, там, свое программное обеспечение, да, то есть, есть возможность установки, скажем, некого рабочего места на месте, на рабочем месте, да, извините, за тавтологию, но, так сказать, контролирующего лица, да, то есть, это, соответственно, некий арм, там развертывается программное обеспечение, на нее выводится на экран картинка, так сказать, там, скажем, с тепловизора, да, и в случае срабатывания будет там красным зажжется там фон, да, и будет показано, что вот такой-то там человек, да, в случае еще, соответственно, с интеграцией, там, с системой распознавания риск будет показано, что вот такое-то именно, ну, вот такое-то вот лицо, вот оно распознанное, у него, соответственно, температура такая, тревога. Это первый вариант. Соответственно, есть варианты использования сухих контактов. То есть, помимо управления турникетом, мы можем в том числе завести на нее какой-нибудь какой-нибудь звуковой оповещатель, обычный охранный, маяка какого-нибудь. Поставить его также, скажем, в пределах зоны виденности этого контролирующего лица и дополнительно, скажем, давайте ему еще в том числе сигнал звуковой выводить путем замыкания реле. Это может даже полезнее, потому что люди могут как-то отлечься от экрана, они не всегда могут смотреть на него, а тут они услышат звуковой сигнал, что надо обратить внимание, потом, скажем, посмотрят на экран, сверятся, что это за человек конкретный, какая температура и так далее. В том числе также еще сами терминалы, используемые в данных системах, они имеют свое как бы встроенное оповещение, да, то есть, ну, наверное, это больше уже даже не для контролера, а для лица контролируемого, да, соответственно, для сотрудников. Ну вот, то есть, если сотрудник подошел, скажем, к терминалу, ну, то есть контролер, конечно, тоже, если он находится рядом с терминалом, он тоже увидит, услышит это, да, но как бы тут больше рассчитано на сотрудников самих. То есть, если там, скажем, у сотрудника будет там превышение температуры, то терминал тоже там у него есть, ну, у некоторых там есть функция, скажем, загорится там рамка красным, да, и терминал там голосом скажет, что там ваша температура там такая-то, да, превышение там, не знаю, там, превышено, соответственно, там, не знаю, пройдите туда-то, да, там, кабинет там, такой-то, например, для дополнительных там измерений. Так что вот такие вот имеются методы, имеются способы оповещения там, как контролера, так, соответственно, самих контролируемых лиц. Спасибо, Паш. Слушай, Миша, вопрос пришел. Помоги нам, пожалуйста. Артем Кравченко спрашивает, на каком алгоритме построена система распознавания? Собственной разработки или что-то из открытого кода? Я вопрос не очень понял. Алгоритм чей? То есть сейчас у нас своего алгоритма, естественно, нет. Алгоритмы разрабатывают, я говорю, компании, которые занимаются. Они несколько лет занимаются. Большинство компаний, которые сейчас на слуху и у которых распознавание лиц работает наиболее стабильно, они начинают стартапы, стартапов маленьких. Поэтому алгоритмы это у всех свои. Есть только те, кто, если брать систему видноблюдения типа интеллекта, секьюра Эльса или еще таких крупных мастодонтов. Естественно, у них раньше не их фишка была это распознавание. И они просто покупали эти алгоритмы пружие. И того же интеллекта при выборе специфицирования и программного обеспечения можно было выбрать три различных алгоритмов. Когнитековский, например, еще какой-нибудь еще три на выбор. У каждого своя цена, у каждого своя эффективность, которая там каждый год меняется, там все пытаются друг друга обогнать. А есть компании, которые чисто занимаются именно распознаванием лиц. из тех, которые были там в Аккор, Энтехлаб, это компании, которые заточены были именно на том, чтобы разработать свою математику сначала, а потом эту математику обсифровать и развивать в этом направлении. У них нет там мощных систем таких вот обзорного виде наблюдения, с функцией мониторинга, с функциями удаления объектов и так далее. Но у них же это очень мощная математика, которая позволяет качественно распознавать там. И каждый год есть иностранные тесты, где там верхние строчки всегда занимают китайцы и несколько наших компаний. То есть каждый год все там за доли процентов, даже не доли процентов, а доли сотых процентов борются. У меня там 92-98%, а у меня 92-99%. То есть как бы вот. Поэтому, соответственно, писать сейчас свой алгоритм в 21 веке можно, только если вы хороший математик и у вас есть какая-то задумка, которой нет ни у кого другого. И компании, которые эти алгоритмы разрабатывают, они перед выводом их на рынок, они их несколько лет затачивают, обучают, если это касается нерестовых алгоритмов. И уже после этого продают как коммерческий продукт. Поэтому мы используем как бы проверенные алгоритмы. Соответственно, кроме вот этого процентного соотношения, у кого там лучше распознает, есть еще ряд параметров, по которым там тоже пытаются спорить между собой. Один из параметров это вот расстояние между там зрачками глаз в пикселях или там сколько лицо занимает, как Павел сказал, например, 150 пикселей. все стараются понимают, вернее, что не везде можно использовать видеокамеры существующие и пытаются загрубить немножко эти требования, чтобы их алгоритм более стабильно работал, с более худшим изображением. Второе направление, когда тоже пытаются развиваться, это определять не только лицо, там, фаз, а когда лицо подвернуто. Если классические алгоритмы, когда все это начиналось много-много лет назад начинали нестабильно работать, если человек на 15-20 градусов отворачивал в сторону голову, то теперь, как некоторые вендора говорят, что там до 50 градусов у некоторых по рекламным заявлениям можно повернуть голову от камеры и все равно алгоритм распознает его. Поэтому сейчас на рынке есть и импортные вот китайских много алгоритмов и систем есть отечественные, здесь как бы выбор, он неоднозначный, здесь нужно понимать, зачем вам система, какая у вас сейчас система наблюдения, чтобы бесшовно все это синтегрировать, какие задачи, то есть, искать одного, как Павел сказал, задача распознавания сотрудников, она там в разы отличается от задач распознавания на улице, потому что распознать одного там, допустим, из тысячи сотрудников на порядок проще, чем на улице пытаться распознавать одного из миллионов. Для этого совсем другие требования должны быть к видеосистеме и к серверному оборудованию. Надеюсь, ответил. Да, спасибо, Миш, тут целая серия вопросов от Сергея в чате. Если ты об этом говорил, еще раз, наверное, нужно повторить, смотри, какая минимальная часть лица должна быть открыта, чтобы система распознавала лицо, только глаза или большая часть? Первый вопрос. Давай по очереди, чтобы не забыло. Коллеги, смотрите, вот это просто обычная математика, геометрия школьная. То есть у всех, вернее, у основных классических алгоритмов стабильная работа гарантируется, когда между зрачками человека в кадре укладывается от 80 до 100 120 пикселей. Ну, 150 это вообще было бы замечательно. Ну, для примера, возьмем 100 пикселей, просто, чтобы проще понять. 100 пикселей. Двухмегапиксельная камера выдает по горизонтали, соответственно, 1980, ну, допустим, 2000 пикселей, а нам надо 100. Вот, соответственно, распознавание лица будет определять, двухмегапиксельная камера будет происходить только на сцене не шире двух метров. То есть, сцена шириной два метра с небольшим, 2000 пикселей там разместили, расстояние между глаз у человека где-то 10-12 сантиметров, и, соответственно, будет 100-120 пикселей. Поэтому, если мы используем двухмегапиксельную камеру, можно ее разворачивать как можно там на любой угол, только другое дело, что распознавание будет только тогда, когда сцена, которая камера показывает, там, равна двум метрам, буквально вплотную подошли, вот два метра, вот тогда она распознает. И чем мы этот угол уменьшаем, тем эту сцену можно будет дальше отвести, но она все равно будет кратна двум метрам для двухмегапиксельной камеры. Это основные камеры, которые сейчас все используют. Вот. Поэтому сейчас, вот если брать уже нерестивые алгоритмы, там, китайцы заявляют, что у них уже 60 пикселей между глаз, ну, мы прям таких замеров не проводили, здесь нужно уже в интернете смотреть, независимые, конечно, тесты. Вот. Но смысл такой, я вот только несколько минут назад сказал, что все там производители пытаются из более худшей картинки сделать более лучшие результаты. И вот в эту сторону двигаются. то есть со 150 пикселей они уже идут там к 80-60 пикселями между глаз, чтобы укладывались. То есть получается, что с двухмегапиксельной камеры мы сможем уже не два метра сцену просматривать, а три метра, например. Это уже коридор, обычный офисный коридор. То есть как только ваша камера развернулась до коридора, вот, который, вот с этой дальности уже можно надеяться, что будет распознавание. Вот. Миш, Миш, Сергей уточняет вопросы по поводу все-таки маски. Если на лицо надета маска, вот, как будет работать система распознавания? Маска, шапочки, глаза там? Я понял. Смотрите, сами классические алгоритмы, когда они появились, распознавание, они работают очень просто. Они у лица выделяют ключевые точки определенные, вот, и с ними работают. То есть они не работают дальше уже с одним лицом, они работают с ключевыми точками. У каждого вендора их разное количество, у каждого вендора там пытаются свои точки найти, вот. И весь смысл, когда появлялись эти алгоритмы, были в том, что изображение должно дать максимально хорошее количество этих точек. Вот. После этого, когда появились нересетевые технологии, стало уже проще, математика нересетевая намного стабильнее работает, и многие производители начали говорить, что у них для распознавания требуется где-то 50-60% открытого лица, но это открытое лицо должно быть верхняя часть лица, где глаза и нос, потому что большинство ключевых точек это скулы, это глаза, это нос. Ну вот, если нижняя часть закрыта, то пока, по крайней мере, вендора заявляют, что работать будет. Сейчас вот в Китае, например, когда с них все это пошло, у них очень остро стал вопрос распознавания лиц, потому что все китайцы начали выходить в масках, и безопасники столкнулись с тем, что это уже как бы реальность, которая есть. И есть ряд китайских вендоров, которые специально начали переучивать свои модели именно на то, чтобы они работали исключительно с верхней частью лица, чтобы нижнюю часть лица они вообще не смотрели, а нижняя часть лица это шарф, это маска, это борода, в том числе и накладная, это усы, это воротник. Соответственно, вот сейчас есть уже у китайцев заточенные наработки, китайцы, потому что у них самая большая база для тестирования, все-таки там почти 2 миллиарда человек, поэтому там все это намного быстрее развивается. они уже производители алгоритмов распознавания лица перешли на верхнюю часть лица, то есть достаточно будет, чтобы открыто было пространство вокруг глаз и вокруг носа, тогда этого будет достаточно. У классических наших пока систем считается, что 50-60% лица должно быть открыто, и это должно быть верхняя часть лица. Но при этом по экспертным оценкам, если 50% лица закрыто, то процент распознавания больше 90% не будет просто по математике. То есть здесь уже математика с комбинаторикой начинают вместе спорить, и если у вас 50% лица закрыто, то больше 90% распознавания не получить. Все? Все, вроде ответил. Там еще вопросы были? Да, круто. Один вопрос от Сергея, посерединке который подвист, про поводу тепловизора. На каком участке лица должен мерить температуру, соответственно, потому что, опять-таки, всякие шапочки и защитные средства дополнительные. Паш, сможешь ответить? Ну, я могу себе ответить, или Паша как-то ну, давайте... Так, вот, слышно, да, меня феномально? Вот, давайте я попробую, Миш, ты если что меня дополнишь. Смотрите, ну, да, то есть, откалибровать его можно как удобно, да, но по сути, как бы, он рассчитан, там, на измерение, вот картинка как раз открыта сейчас, да, на измерение, соответственно, температуры лба, да, то есть, если маска есть, то там она как бы не видно, да, вот, лоб мы видим, лоб мы меряем, да, вопрос, как бы, наличие шапки при этом, да, ну, наверное, да, это скорее уже какой-то некий административный вопрос, то есть, естественно, если шапка будет натянута там по глаза, да, и вообще будет не виден лоб, то мы тут, ну, как бы, ничего, наверное, не померяем, да, там, там температуру там носа можем измерить, да, но если как, я просто, если честно, не сильно представляю, насколько у нас там, ну, точнее, считаю, да, что температура там, скажем, там, не знаю, того же там носа, например, и лба, она, наверное, не сильно отличается друг от друга, да, поэтому, в общем-то, можно и, наверное, по носу мерить, да, вот, но тем не менее, наверное, наличие шапки, это уже некий административный характер, да, имеет, и просто, если мы хотим контролировать все-таки там с более высокой точности температуру тела сотрудников, да, там, мы должны там обязывать их, скажем, снимать на проходную шапку, там, да, наверное, вот так, Миша, можешь добавить, может быть, что-то, если. Ну, в принципе, нет, что-то полно ответил, Павел еще минут 10 назад, когда начинал, он сказал одну фразу, которая, как бы, отвечает сразу на вопрос, что система работает с лицом, которое сначала обнаруживается лицо, потом работает уже либо алгоритм распознавания, либо алгоритм, который меряет температуру, соответственно, если лицо человека обнаружено, если эта система еще работает совместно с системой распознавания лиц, то там для определения температуры будет уже выдаваться информация именно по тому участку тела, которое система распознавания решила, что это лицо или часть лица. Поэтому в таком случае это гарантированно попадает, куда бы кто ни натягивал, как бы, здесь дополняет одна система другую. Вот как-то так. Ну, супер. Если не ответили, Сергей, вы вопрос конкретизируете еще разочек. Мы постараемся дополнить картину. А вот Станислав Жильцов задает вопрос. Вот на существующих камерах уже установленных. Можно как-то поменять алгоритм? На существующих камерах, именно в камерах, не очень ясен вопрос. Да, именно в камерах, да. В камерах не всегда. Тут, смотрите, коллеги, во-первых, не все вендора выпускают мобильное устройство, вернее, мобильную версию, которая заливается в камеру и будет корректно работать. То есть, если идти от классических тем распознавания, то это, в первую очередь, софтверное решение. Поэтому сейчас многие вендора в том числе заливают уже решение, как бы усеченное для камеры, которое прямо там производит обработку. Соответственно, они под это сначала выпускают аппаратную часть камеры, то есть, они рассчитывают, какой им нужен там чип и все остальное. И гарантировать, что, допустим, на камере Samsung, если снести там ее в программное обеспечение, попытаться залить другое, будет стабильно работать, тут надо тестировать. Вендора, которые выпускают софтверные решения, не аппаратные, а именно софтверные, то они по поводу камер, на которые можно устанавливать, тоже очень осторожно к этому подходят. Они либо то, что они оттестировали, предлагают, либо они предлагают оттестировать, и после этого они уже скажут, можно ли будет там поменять или нет. То есть, если у вас есть камера с чем-то по... теоретически можно, только нужно с вендором плотно поработать. То есть, если уже вендор оттестил эту камеру конкретно под свою версию мобильного программного обеспечения, то это будет очень все просто. Если нет, то можно с вендором договориться, они протестируют, попробуют, им будет вполне понятный, логичный, профессиональный ответ. Все. Сева. Сева. Забыл микрофон включить, извините. Коллеги, у нас скоро наш вебинар закончится, еще есть несколько минут, 5-10 минут, поэтому пишите вопросы. А пока есть время, Миш, все-таки вот в связи с вот в этих условиях, в которых мы сейчас живем, вот помимо вот этих решений, которые мы с Пашей озвучили, тебе какие-то интересные запросы приходили? Что-то ты интересное такое, ну, такое необычное встречал за последнее время? Ну, запросов, да, много. Сейчас, естественно, все кинули в первую очередь в мере температуру, вне зависимости, там, какая это точность, какой будет результат и как реагировать. Второе, это вот как раз индивидуальные средства, при том все пытаются использовать свои собственные алгоритмы, которые сейчас есть там. Запросов приходит много интересных, приходит интеграционных много вопросов, когда заказчик хочет не просто получать информацию по температуре или еще чему-то, а начинает спрашивать, а в какой зоне удобнее там проводить измерения, а будет ли работать она система, когда человек пришел с мороза и если там проходная находится прямо буквально за дверьми, то есть он зашел на улице минус 42, там где-нибудь на Мурингое, вот, будет ли она корректно работать? А где лучше разместить? на турникетах или может быть уже когда люди там двигаются к лифтам и так далее, то есть вот таких вот вопросов много, то есть людей после там первой волны, что, ай, дайте нам что-нибудь, чтобы мерить, теперь как бы люди начинают задумываться, а есть ли смысл в инвестициях, если там система не будет работать или как сделать, чтобы она работала гарантированно. Вот таких вот вопросов очень много. Спасибо. Паш, что-нибудь есть еще добавить? Может быть, что-то тебе на ум пришло? Интересное. Сев, да нет, наверное, мне кажется, мы довольно-таки обширно там затронули тему, да, там, обсудили там шесть решений, ну, вот, поэтому, не знаю, наверное, нет, наверное, все... Понятно. Ладно. Значит, уважаемые слушатели, большое спасибо, что вы пришли на наш вебинар, надеюсь, он казался вам полезным, на вопросы поступившие мы попытались ответить. Если у вас какие-то остались вопросы и появятся после нашего, значит, семинара, задавайте, если это менеджер клиентов напрямую, если заказчики через менеджеров, мы подключимся и попробуем решить ваши насущные задачи. Всем тогда спасибо, до новых встреч, следите за новостями. Подобные семинары будут проходить в ЦСРе там с постоянной регулярностью. По крайней мере, вот с моим участием раз в неделю точно. Всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok